В этом видео поговорим про Grease Pencil или эскизный карандаш и посмотрим на новую панельку карандаша и на новую панельку материалов для этого карандаша. Я в тестовой сборке Blender сделанную под разработку этого карандаша Blender версии 2.8. Ссылку на скачивание этой сборки оставлю под видео. Давайте посмотрим, что у нас появилось в настройках карандаша. Удалим куб и поставим сцену из меню добавить эскизный карандаш обезьянку. Поставим ее ровно с помощью Alt-R, перейдем в передний вид и откроем новую панельку карандаша. Вот она появилась рядом с модификаторами. Итак, что у нас здесь есть? У нас здесь есть следующее. Первое это выбор объекта, блока данных для эскизного карандаша. В данном случае у нас это Сюзанна, то есть наш рисуночек. У него есть название, мы можем его поменять. То есть это просто как название этого блока данных, связанного с карандашом. Смотрите, есть объект, который мы в объектном режиме редактируем. То есть это его название. С ним, с этим объектом связан именно сам объект уже рисунка. То есть это то, что мы настраиваем как раз во вкладке эскизного карандаша. У него можно задать свое название. Если вы посмотрите в панельку иерархии, то вы увидите, что на первом уровне находится объект. Хотя у него все равно иконка карандаша, но это, короче говоря, наш целиком объект. Дальше идет связанный с ним блок данных карандаша. Это Сюзанна сама. А дальше под ним находятся цвета и линии. Это слои, которые у нас есть в этом объекте эскизного карандаша. Таким образом сохраняется такая иерархическая структура и другие объекты эскизного карандаша. Я подозреваю, что будут устроены так же. Так, что у нас здесь есть? Короче говоря, вы можете по-разному назвать объект и вот этот блок данных, но как вам это будет угодно. Давайте я переименую его Сюзанну. Посмотрим, в иерархии у нас обновилось. Видите, объект сохранял предыдущее название. С новым уже стал. Так, что тут еще можно сделать? Можно поставить фальшивого пользователя fake user на этот объект, но это вам и мне в общем-то сейчас не пригодится. Можно создать новый датаблок, как вы видите, эскизного карандаша из этого же меню и можно удалить. В общем, это нам сейчас тоже не нужно. Мы просто хотели посмотреть, какие у нас есть опции. Итак, теперь уже пойдем по опциям более спокойно и более подробно. Первое, что у нас здесь есть, первое, это слои. Это слои вот этого объекта эскизного карандаша. У нас, как мы видим, в обезьяне два слоя. Один слой это цвета, другой слой это линии или строки. Что мы можем делать с этими слоями? Первая айпонка позволяет защитить слой от дальнейшего редактирования и, соответственно, заблокировать слой. Мы его блокируем и мы не можем с ним производить с этим слоем никаких манипуляций. Точно так же отжали и снова можем с ним работать. Вторая иконка глаза тоже понятна. Отключить или включить видимость слоя. Как вы видите, в слой цвета входят все цвета Сюзанны, кроме ее зрачков и кроме ее обводки, которые находятся на слое линии, как мы уже видели. Третья иконка это разблокировать выбранные цвета для дальнейшего редактирования. Мы можем нажать эту иконку и редактировать отдельно именно цвета, которые связаны с этим слоем. Это мы увидим в панели материалов. И четвертая иконка позволяет включить или отключить Ghost Frames или Onion Skinning или калька или призрачные шлейфы, которые, короче говоря, позволяют увидеть предыдущий кадр и последующий кадр в таком полупрозрачном отображении для того, чтобы текущий кадр можно было хорошо отрисовать, чтобы анимация была плавной. Вот эта штука позволяет включить или отключить вот эти вот кадры шлейфа. Соответственно, для всех слоев вот такие четыре значка у нас есть. Можно добавить здесь новые слои для нашего объекта, можно убрать слои. В общем-то, можно рассматривать такой объект, как целый файл фотошопа. У нас есть слои, соответственно, мы можем добавлять или убирать слои. Мы можем с ними работать, мы можем их сливать в один, например, слой. Для каждого слоя мы можем выбирать отдельную палитру. Опять же, про палитры чуть попозже посмотрим. Вот. Ну и в целом вот так вот работать с объектом. Вот клавиша плюс это добавить новый слой, минус убрать слой, удалить его. Дальше какие у нас есть еще возможности вот под этой стрелочкой. Первое это дубликат слоя создать. Ну это понятно. Показать все слои, спрятать остальные, да, кроме выбранного, например. Заблокировать все слои, разблокировать все слои и Merge Down. Это слить со слоем ниже. А вероятно, появится кнопка, также как в фотошопе, да, слить все слои, чтобы можно было все вместе делать. Стрелочки. Это также как в стеке модификаторов, где находятся слои, да. То есть мы можем перемещать слои. Один выше, помещать другой ниже и помещать вот в эту иерархию. Точно также как в стеке модификаторов, те слои, которые наверху у нас визуально, они находятся внизу стека модификаторов. Те слои, которые самые дальние, они находятся вверху. То есть точно также как и с модификаторами, да, у нас верх всегда находится внизу. То есть модификаторы и слои начинают свою работу сверху. Поменяем снова слои обратными местами. Какие еще клавиши есть? Эта клавиша позволяет заблокировать все слои, кроме выбранного. Нажимаем ее и сколько бы у нас не было слоев, они блокируются, кроме выбранного. Точно так же видимость оставить только видимому слою. Для всех остальных отключить и заблокировать. И слайдер прозрачности и непрозрачности позволяет для определенного слоя настраивать этот параметр. В Frame 1 можно заблокировать текущий кадр. Отображаемый слоем. И, собственно, все. Вот эта панелька слоев. Это все. Дальше пойдем по разделу и посмотрим на Onion Skinning. Вот этот вот, что он из себя представляет. Итак, Onion Skinning, как я уже упомянула раньше, это отрисовка шлейфов или калька предыдущего и следующего кадров. Для того, чтобы мы могли создать какой-то рисунок в текущем кадре так, чтобы анимация плавно переходила с предыдущего через настоящий в последующий. То есть, короче говоря, чтобы нам было удобнее ориентироваться на то, где объект был до этого, где он будет после этого. Галочку, если здесь поставить, то отрисовка шлейфа включится. Сейчас мы ее не видим, потому что у нас, в общем-то, изменений никаких нет. Давайте перейдем на режим редактирования. Поставим в панели анимации число кадров 40, конечное. И давайте, например, выберем какую-то линию. Я нажму правую клавишу мыши на любой из точек, а затем клавишу L, чтобы выбрать все связанные с ней. И давайте мы ее с помощью пропорционального редактирования... Пропорциональное редактирование работает, кстати. Давайте мы ее немножко подтянем вверх по оси Z. Например, вот так. Все это автоматически сохранится. Мы видим, что если мы двигаем, то ключевой кадр проставился. Так, 20 кадр подвинем. То же самое немножко вниз. И, как вы видите, уже шлейф начал отрисовываться. Грустная у нас такая сюжетная получилась в 20 кадре. Давайте теперь еще в 40-м. Также сделаем, подтянув ее чуть-чуть повыше. Обратно на ее место. А лучше примерно там, где она была на нулевом. Ну, не важно на самом деле. Если мы теперь перейдем в объектный режим, то мы анимацию увидим. На стоп-кадре, то есть, если мы остановим анимацию, она включается клавишами Alt-A. Мы можем с помощью клавиш влево или вправо переключаться между кадрами различными. И мы видим отрисовку для нашего объекта. Как он будет выглядеть в следующем ключевом кадре, и как он будет в предыдущем выглядеть. Мы видим, что у нас несколько ключевых кадров подряд показывают одно и то же изображение. У нас сейчас нет никакой фактически здесь интерполяции. То есть, у нас кадры перескакивают друг у друга. Давайте посмотрим, что у нас здесь из режимов есть. Первый вариант – это Frames. То есть, это отображение этих шлейфов в абсолютном диапазоне кадров сцены. Вот в этом вот можно обозначить. Соответственно, до сколько кадров у нас отображает, сколько после. Вот этот пункт. Следующий пункт, который у нас состоял – Keyframes. Он отображает в относительном диапазоне. То есть, он отражает только по ключевым кадрам эскизного карандаша. Так как у нас сейчас три ключевых кадра для эскизного карандаша, то вот они и будут отображаться. Соответственно. Так, и последний вариант – это Selected. Только для выбранных кадров. Мы можем выбрать какие-то определенные кадры, и только для них у нас будет идти отображение. Переключимся пока обратно на ключевые кадры. У нас здесь еще есть две иконки. Первая позволяет видеть в объектном режиме при анимации наши шлейфы. Если мы ее включим, запустим анимацию, то они будут отображаться даже в объектном режиме. До этого мы их не видели. Соответственно, если мы отключим, то они уберутся. Отключу снова анимацию, переставленную в начальный кадр. Вторая иконка позволяет использовать выбранные цвета для шлейфов. Соответственно, если она отключена, то у нас просто будут серые. Сейчас покажу. Вот такие вот прозрачные цвета. Тут есть возможность также поставить цвета, если мы ее включим, для кадров, которые были раньше. Вот этот пункт. Соответственно, мы можем выбрать цвет, например, красный. Сделать его поярче и выбрать количество ключевых кадров, которые должны отображаться до этого. Ключевых просто кадров. Следующее – это сколько после будет отображаться. Тоже соответственно цвет. Выбираем его яркость и количество кадров, которые должны отображаться после. Фейт позволяет для кадров вот этих кальки снижать прозрачность. То есть, если я отключу, цвета будут вот эти в полную силу. Если включу, то они будут полупрозрачные. Соответственно, их прозрачность определяется вот этим слайдером и пасти. Мы можем его настроить так, как нам необходимо для отрисовки. И Layer Override – последняя кнопочка. Она позволяет сделать настройки слоя приоритетными по отношению к настройкам кальки. Вот панелька Onion Skinning. Дальше перейдем к настройкам слоя или Layer Adjustments. Давайте эту закроем, эту откроем и пойдем дальше. Забыла выключить отрисовку шлейфов. Давайте вернемся в раздел Onion Skinning. Отключим ее и перейдем к следующему параметру. Это настройки слоя или Layer Adjustments. Здесь мы можем поменять для данного слоя настройки. То есть, перезаписать их. У нас сейчас черные линии обводки. И если мы зайдем в панель слоев, то мы можем посмотреть, какой у нас слой сейчас выбран. Это слой линий. То есть, это все то. Вот эта обводка и зрачки. Запомним это. Итак, настройки слоев. Здесь мы можем перезаписать наши настройки для линий слоя на тот цвет, который нам нужен. Выберем цвет, который нам понравится. Например, фиолетовый. И затем, с помощью слайдера Factor мы будем смешивать фиолетовый цвет с первоначальным нашим черным. И мы увидим, что чем ближе к единице Factor, тем больше фиолетового в линиях этого слоя. При значении 1, соответственно, он полностью соответствует выбранному нами цвету. Изменение толщины. Также мы можем для слоя изменять толщину линий. Это параметр в пикселях. Если мы будем слайдер выкручивать, то мы увидим, что толщина линий слоя будет изменяться. Сейчас я поставлю цвет получше, чтобы он был виден. Итак, я вращаю этим параметром. Причем, как вы видите, ему можно выставить отрицательные значения. И, соответственно, толщина линии этого слоя изменяется. Вот эта кнопочка – это применение текущей толщины в качестве базовой. То есть мы поставили какое-то значение. Например, вот эти тонкие линии. Мы хотим, чтобы дальнейшие изменения этого слоя дарать не учитались. Тогда мы можем поставить его, он сбросится. И уже от этого базового состояния у нас будет изменяться дальнейшая толщина объекта. И последний пункт, который здесь есть – это Draw on Stroke Location. Он позволяет при рисовании новых строк в 3D-виде использовать центр последней строки в качестве центра новой. Мы еще вообще не рисовали. Но давайте его включим и посмотрим, что это будет. Я не знаю, какая тут была последняя нарисованная строка в обезьянке. Давайте. И последний пункт, который здесь есть – это Draw on Stroke Location. Он позволяет при рисовании новых строк в 3D-виде использовать центр последней нарисованной строки в качестве центра новой. Вот эта панелька «Настройки слоя». Закроем ее и перейдем в следующую – Vertex Group. С этой панелькой в основном все понятно, потому что в Vertex Group есть его полигональных объектов. Если мы перейдем на режим детактирования Edit Mode и начнем выбирать определенные элементы, правой клавишей мыши можно выбрать точку, а с помощью клавиши L выбрать все соединенные с ней. Таким образом мы можем взаимодействовать с объектами. Мы можем поместить все выбранные точки, в данном случае, например, вот эти, да? Или давайте лучше выберем точки вот этой тени под глазом. И мы можем поместить их в определенную группу. Мы можем дать этой группе название, например, тень. Кнопка Sign назначает выбранные вершины в эту группу. Remove удаляет их, соответственно. Select позволяет выбрать вершины, входящие в данную группу. D-Select позволяет снять выделение с вершин, входящих в данную группу. И также можно настроить параметры веса вершин, то есть насколько влияние на них оказывается в этой группе, когда они в нее назначены. То есть мы можем с разными весами назначать вершины в эту группу. Не забываем обязательно нажать Send, чтобы вершины назначились. Все мы можем вот эту группу, например, использовать для работы вместе с модификаторами. Выбирать ее, да? И модификатор у нас будет воздействовать только на эту созданную нами группу вершин. Следующая панелька это Layer Relations или отношение с лодом. В этой панельке мы можем выбрать объект родителей, а также выбрать его тип. В данном случае у нас представлен только объект, но, например, в случае со скелетом он дает выбирать объект. У нас будет родитель скелет сам или какая-то определенная кость. Следующая панелька это Display или параметры отображения. Первый раздел это Depth Ordering или порядок линий. Первый вариант 3D Space позволяет рисовать строки относительно других объектов 3D пространства. То есть не задано изначальное их положение. Вариант Back позволяет рисовать все строчки позади уже существующих. Точно так же вариант Front позволяет рисовать все строчки спереди от уже существующих. Marker Size это размер маркера объекта эскизного карандаша. Если мы вводим на объектный режим и выберем наш объект, то мы видим вот этот маленький такой кубик, который находится в его центре. Его размер как раз мы с помощью этого параметра можем увеличить. Как вы видите, если я его увеличиваю, то он виден лучше и мы можем легче выбрать наш объект. Сейчас я перейду на начальный кадр. Вот это страшное. Так, вот это параметр Marker Size. Show Point. Это нам не надо, это видимо для дебаггинга какие-то тут пункты. Show Stroke Directions в общем-то то же самое. Показывает направление строк, но я проверяла и что-то я не добилась, чтобы она работала. Keep Thickness это сохранять толщину, то есть показывать строчки с той же толщиной при приближении или удалении от объекта. В данном случае, как видите, если мы удаляемся от объекта, то есть от нашего нарисованного какого-то объекта, то толщина линий также уменьшается. Если мы будем сохранять толщину, поставим галочку, то мы видим, что только на определенном расстоянии наш объект смотрится нормально. Если мы начинаем удавляться, то все его строчки превращаются в какое-то непонятное совершенно месиво. Поэтому этот параметр, наверное, стоит держать выключенным. Пиксель фактора это фактор конверсии для размера пикселей, то есть использовать большее значение для более тонких линий. Мы можем здесь как раз настраивать, например, что линии выглядят тоньше или если меньшее значение, то они выглядят толще. Show Edit Lines – это показание линии редактированной при редактировании. Если мы включим режим редактирования, то мы увидим в центрах линии вот такие вот серые полосочки. Сейчас они у нас отображаются. Мы можем выбрать для них цвет любой, который нам удобен, который нам будет виден на таком фоне. Например, синий. Значение прозрачности в виде альфа канала мы тоже можем подстраивать. То есть мы можем сделать их более видимым, чтобы глаза не ломать и не искать их в объекте. Соответственно, если мы уберем слайдеры, их видно и не будет. Либо мы можем просто галочку включить, если они нам не нужны. И последний пункт – это Only Lines and Multi-Edit. То есть показывает только линии редактирования для дополнительных кадров. То есть если мы работаем в режиме Multi-Frame или Multi-Edit, который позволяет редактировать сразу несколько кадров одновременно, то он должен показывать по идее только вот эти вот линии, которые мы только что выставляли, параметры цвета, для дополнительных кадров. То есть для тех, которые не текущие. Вот. Это раздел Display. И последний раздел – тут информация. Показывает, сколько слоев изображения, сколько кадров. Сколько кадров я не очень поняла, что он обозначает, потому что у нас сцена сейчас 40 кадров. Показывает ли он изменения, на скольких кадров у нас присутствует. Вот. Ну, в общем, не поняла я пока, честно говоря. Вот. Если у вас будут какие-то идеи по этому поводу, можете у меня в комментариях написать. Вот. Строкс или строчки – это число строк. Пойнтс – это число контрольных точек в линиях нашего объекта. И палитры – это число, соответственно, палитр для нашего объекта. Вот. Раздел самого карандаша, его настройки мы посмотрели. Давайте дальше смотреть следующую панельку – панельку материалов. Перейдем в панель материалов и посмотрим, что у нас здесь имеется. Первое, что у нас есть – это окно «Палитр». В данном объекте одна палитра, как мы уже видели по информации, и она называется «Незамысловато Сюзанна», так же, как и объект. Что мы можем здесь делать? Мы можем здесь создавать и удалять палитры для объекта эскизного карандаша. И по вот этой кнопочке мы можем также делать несколько других опций. Давайте ее нажмем и посмотрим, что здесь есть. Первое – «Change Stroke Selected». Это означает перемещать в новую палитру любую строку, выбранную в любом кадре. То есть помещать ее цвет вот в эту активную палитру в разделе «Цветов». Следующее – «Change of Frames». Это переместить все строки во всех кадрах в новую палитру. Она не создана, то есть выбранная в данный момент. «Change of Frames Before» или «After». Два пункта, которые идут друг за другом. Это перемещение всех строк из кадров до либо после текущего в новую палитру. И последняя «Change current frame» – переместить все строки из текущего кадра в новую палитру. Таким образом мы можем добавлять в новую палитру различные варианты строк, которые у нас есть в сцене. До или после, или из всех кадров. Чтобы не создавать это все вручную. Следующее, что здесь есть, это, соответственно, наши активные палитры, какие у нее есть цвета. Мы можем увидеть здесь различные варианты цветов. Что имеется в виду? Давайте, кстати говоря, отменим вот эту красную перерисовку, потому что она изменяет настройки. Так, это не в разделе «Display», где мы это смотрели. В разделе «Layer Adjustments». И «Factor» поставим на 0. Вернемся обратно. То есть, наши строчки черного цвета и цвета наши, как поставлены в палитре. Есть левое окошко. Левое окошко отвечает за обводку. Я вспоминаю сейчас, почему я остановилась. Я вспоминаю сейчас, как это называется в иллюстраторе. То есть, у нас есть линии. Это непосредственно сами объекты, которые мы стали обозначать синим. Есть линии, которые состоят из вершин. У каждой из этих линий есть обводка. Соответственно, вот ее цвет в левом столбике. И у каждой из этих линий есть или нет заливка. Заливка обозначается в правом столбике. То есть, у нашей линии, которая обозначена как черный цвет, у нее есть черная обводка, но у нее нет заливки. У всех цветов, у них также, они основаны на линиях, но у них нет в данном случае обводки. У них есть только заливка цвета. Вот, что хотела сказать. Что у нас вообще здесь есть. Опять так же, выбор даты блока. То есть, выбор любой из палитр, представленных, работы с ней. Название палитры, которое мы можем всегда поменять. Число пользователей этой палитры. То есть, сколько объектов использует нашу данную палитру. Fake user. Видите, она сейчас активная. Чтобы вот эта палитра сохранялась на обезьянке при открытии файла. И мы можем создавать новые палитры, либо удалять их. Что у нас есть в разделе вот этой работы с цветами. Также мы можем добавлять цвета, убирать цвета. Вот из этой панельки мы можем показать все. Спрятать остальные цвета. Заблокировать, разблокировать. Мы то же самое фактически видели. И в разделе слоев, работа с слоями. Дубликаты. Позволяют создать дубликаты нужного цвета. Либо непосредственно такого же цвета дубликат. Либо дубликат с оттенком, отличающимся от оригинального. На указанное число процентов. 10, 25, 50 или 75. Select strokes. Позволяет выбрать все строки эскизного карандаша, использующего данный цвет. Например, мы можем выбрать вот эту светлую кожу. То есть, которая используется для осветленных участков. И выбрать эти строчки. Они у нас автоматически на объекте выберутся. Таким образом мы можем, как вот с полигональными объектами, мы с помощью клавиши L выделяем фрагменты. Тут можно по цветам также выделять все. По активной палитре. Какие еще? Move to color. Это переместить выбранные строки к активному цвету. То есть, сделать выбранную в режиме редактирования. Сейчас покажу строку. Любую. Вот эту, например. Сделать ее такого цвета, который у нас сейчас выбран в палитре. Давайте это сделаем. Move to color. И вот она становится светлого оттенка. Отменю это. Так, а что еще нам тут доступно? Lock Unselect. Это заблокировать любой цвет, который не используется ни в одной из выбранных строк. То есть, блокировка строк по цвету. Lock Unused. Это заблокировать и скрыть все цвета, не принадлежащие ни одному слою. Клавишами мы можем перемещать цвета наши вверх и вниз. Так как у нас этот слой находится в самом низу. Да, это помним, что это низ панели. Мы можем его перемещать наверх и вниз точно так же. При этом, как вы видите, в режиме редактирования, если мы опускаем этот, да, и точнее поднимаем и опускаем, то картинка не меняется. Вот. То есть, переставлять отображение друг относительно друга мы можем только для слоев. Да, мы видели, что если мы поставили слой с обводкой за нашими цветами, то мы его и не видели. А это для нашего удобства, я так понимаю. Вот. И, опять же, замочек оставить разблокированным. Только выбранный слой остальные заблокировать. То есть, цвет глазик – это то же самое с отображением. Отобразить только то, что сейчас выбрано. Вот, в общем. И, кстати говоря, вот еще. Да, мы можем заблокировать слой, показать скрытие увидимости и настроить отображение шлейфа. Да, по умолчанию для всех цветов оно отображается. Мы можем заблокировать его отображение, нажав на иконку с приведением. Это вот цвета, которые присутствуют сейчас в активной палитре. Как я уже показала, мы можем их выбирать, изменять и так далее. Следующий раздел, который здесь есть, это раздел строк. Давайте на него и посмотрим. Что здесь в панели строк? У нас есть тип обводки. Сейчас она стоит на солид. Это одноцветная обводка. Мы можем поставить ее на текстуру. Сейчас посмотрим солид. Солид. Вы можете выбрать, соответственно, цвет. Обводки. Любой, который вам понравится. И настроить ее прозрачность. То есть, либо полностью видимая, либо полностью прозрачная. И промежуточное значение между ними. Второй вариант, который здесь есть. Кстати, сейчас вот эту опцию посмотрим. Дотс. Она позволяет рисовать обводку точечками. То есть, если мы приблизимся, вы увидите, что она нарисована точечками. Что я заметила, что когда мы ставим такую обводку точечками, то если у нас есть у этой строки также и заливка, то она распадается. Но это, я думаю, пока что временное поведение. Потому что, по идее, от того, как отрисовывается наша обводка, не должно зависеть, будет у нас заливка активна или нет. Поэтому, я думаю, что над этим еще ведется работа. А пока отключим эту клавишу и посмотрим, какой у нас еще вариант есть. Еще у нас есть вариант текстуры. Мы можем поставить на нашей линии определенную текстуру. Я тут уже поставила вот такую веселенькую текстурку. У меня была. И мы можем ее использовать для нашей обводки. Соответственно, Use as Pattern галочка позволяет использовать текстуру в качестве паттерна для наложения выбранного цвета. Давайте нажмем и попробуем. Если вы видите, что у меня подложка из текстуры. И, соответственно, мы можем выбирать цвет. При этом текстура уже влияет не на, собственно, цвета, которые будут у обводки, а на то, как она отображается. Она действует как карта высот или карта чего. В общем, нулевое значение на изначальной текстуре – это прозрачные места. А те, которые ближе к единице, то есть более светлые, это будут у нас непрозрачные места. По-моему, так сказала. Если ошиблась, поправьте там потом в комментариях. А так, вот как это действует. То есть по нашей текстуре рисуется выбранный цвет нами. Мы можем вот таким образом настраивать. Точно так же точечки можно попробовать. Но тут какое-то ядреное такое сочетание получается. Я не очень понимаю, как его можно контролировать. Да, ну, по крайней мере, пока что. И последняя строчка – это паз индекс. Она позволяет настроить для выбранной нами строки определенную цифру, которая будет обозначать именно эту строчку. И мы можем в модификаторах, некоторые модификаторы, у них есть возможность ставить вот этот вот индекс в качестве параметра. И, соответственно, вот этими модификаторами можно изменять только те строчки, которые у нас с определенным индексом. Например, если у нас здесь стоит единичка, мы в модификаторе выбираем единичка, то он будет действовать только вот на эту строку нами сейчас заданную. И последний вариант. Так, сейчас переставим на solid обратно. Цвет. Давайте цвет вернем обратно на такой, который он был, чтобы посмотреть. И посмотрим последнее, что у нас есть. Это заливка. Итак, последняя панель. Это заливка или fill. У нас есть варианты, которыми мы можем залить. Сейчас стоит одноцветная. У нас здесь вот сколько вариантов. Давайте их посмотрим по очереди. Выберем из активной палитры любой цвет. Чтобы посмотреть воздействие вот этих наших манипуляций, выберем просто тот цвет, у которого уже есть заливка. А не тот, у которого была только обводка. Любой можете выбрать из представленных вариантов. Итак, я выбрала самый базовый цвет. Будем на нем смотреть, как это все работает. Ну, одноцветная. Solid – это понятно. Мы здесь выбираем цвет. И, соответственно, мы изменяем цвет нашего рисунка. Прозрачность, непрозрачность – все понятно. Итак, следующий пункт – mix texture или смешать с текстурой. Здесь мы можем выбрать текстуру и смешать наш цвет с этой текстурой. Выберем все те же волны. И затем параметром mix слайдером мы можем настраивать, в какой степени наша текстура будет смешиваться с нашим основным цветом. Мы можем оставить вот такой вот параметр. Мы можем offset для текстуры настраивать по X и по Y. Поворачивать ее на определенный угол, эту текстуру. А также масштабировать ее по осям X или Y. И выбирать, какая прозрачность будет у нашего получившегося объекта. Клиппинг позволяет текстуру талиться только один раз. То есть не повторять ее на протяжении всего объекта, а чтобы она была только тем изначальным квадратиком, из которого она была сделана. Для бесшовных текстур это бессмысленно, потому что они на то бесшовные, что вы талится. Поэтому оставляем для этой текстуры галочку «Отключенный». И обратно сейчас вернем и посмотрим остальные пункты, которые здесь есть. Итак, следующий вариант – это паттерн в первом списке. Паттерн позволяет нам заполнить ее цветом, но с использованием изображения, которое мы делали. Он отличается от варианта с текстурой, потому что напрямую изображение не использует. Вот этот слайдер «Микс» здесь вообще не работает. Но мы можем выбрать любой цвет и, используя нашу текстуру в качестве черно-белой карты, соответственным образом отображать текстуру на нашем объекте. Те же самые все параметры здесь доступны. Паттерн текстуры посмотрели. Следующие – это шашечки. Давайте не будем мешать с текстурой в этот раз. И посмотрим просто, как работают шашечки. Мы можем выбрать цвет для них. Мы можем выбрать прозрачность или непрозрачность. Мы можем выбрать также, какой у нас будет фон. Мы можем сделать его либо с отключенным каналом альфа, мы можем сделать его полностью прозрачным, то есть, чтобы через него даже сцена просматривалась. Мы можем выкрутить его полностью на непрозрачный и настроить для него соответствующий цвет. Это как нам будет удобно. Также мы можем положение задать по осям «Х» и «У». В данном случае это не работает. Почему? Затрудняюсь сказать, честно говоря. Вот угол работает. А, вот и оси заработали. Масштаб. Так, масштаб по «Х» понятно. По «У» тоже понятно. И ограничительная коробка – это наше первоначальное паттерн. Короче говоря, масштабирование сразу по нескольким осям. То есть, по «Х» и по «У» одновременно. Вот, «Флип» – это развернуть текстуры, но в отношении шашечек, да, тут, в принципе, смысла даже нет разворачивать. Следующий вариант, который здесь есть, это радиальный градиент. Давайте его выберем из списка «Радиал пункт». Сейчас его на нашем рисунке не видно. Это связано с тем, что его радиус сейчас слишком маленький, чтобы мы могли его увидеть. Давайте увеличим этот радиус. И даже это нам не помогает. Давайте теперь попробуем его найти, покрутив слайдеры положения по «Х» и по «У». Вот он появился. Теперь мы можем уменьшать его радиус и двигать его так, чтобы он у нас оказался в нужном нам месте. Это не совсем, конечно, удобно. Хотелось бы, чтобы можно было отмечать все-таки, где будет находиться центр нашего градиента сразу. Как вы видите, центр очень далеко находится. И когда я двигаю его по оси «Х», он движется по своей собственной какой-то оси «Х» и по своей собственной оси «У». таким образом получается, что достаточно трудно его контролировать. Ну вот я его поймала на определенном значении. Вот он у нас, наш градиент. И, как я уже сказала, «Location» – это его положение. «Scale» – это его масштаб. Можно отдельно по его локальной оси «Y» и по его отдельно локальной оси «Х» увеличивать или уменьшать радиус. Это радиус этого нашего радиального градиента. Цвета переходят из первого во второй. Мы можем галочку поставить на «Flip» и поменять их местами. «Mix» обозначает, как будет один из цветов переходить во второй. Если я буду снижать это значение, вы увидите, что одного цвета можно вообще не оставить, если «Mix» 0 или «Mix» 1. А промежуточные значения обеспечат различные варианты этого градиента. Как обычно, можно смешать с дополнительной текстурой и получить что-то новое. Следующий вариант – это обычный градиент. Он точно так же настраивается, как и радиальный, который мы только что смотрели, но также есть положение по «X» и по «Y». У него есть угол поворота. То есть, как у нас будет осуществляться переход между цветами у него, а также есть масштаб по его оси «X» и по его оси «Y». «Flip» позволяет поменять цветами с нами друг с другом. И последний вариант – это «Solid». Ну, это просто обычный цвет, который мы вставляли в самом начале, то есть одноцветная картинка. Ну, вот, наверное, и все. Про другие опции карандаша и про его возможности поговорим в отдельных видео. Всего хорошего! Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok